добрей же вечерок уважаемые посетители моего канала что я хочу вам сказать ну во-первых вот смотрите о чем я с вами беседу после чистки кишечника эволюционно человек переходит к чистке мозгу так так скажем а именно начинает работать со своим собственным сознанием до работа с телом интересное полезное нужное важное но еще более важное далее это начинать работать с тем что строить тело что им руководит что направляет вашей жизни что куда там движет вас вот это очень очень интересная работа и каналов по рассказыванию рецептуры то что там помолодеете выпил там чего-то там такого если съем того еще чего-то очень и очень много но на моем канале я с вами разговариваю по душам я не стесняюсь таких щекотливых тем вообще рассказываю о том что со мной происходит потому что вещи эти которые происходят со мной и как показала практика они естественно происходит и с вами не со всеми но тем не менее люди попадают такие ситуации в которых это все происходит и об этом вы можете почитать отзывы других людей можно что-то придумать такое искусственное и поможет рассказывать вот каждый каждый смотря на мое видео говорит интересно что-то свое вспомнилось вот очень интересен ваш опыт вот смотрите я не просто просматриваю ваши комментарии а их отбираю например вот что я сказал высокопогрешимый и это его опыт который я вот как раз сюда выложил к себе для того чтобы более тщательно с ним ознакомиться поработать вот хочу рассказать историю самостоятельно из лечения дисны есть такая вещь я помню у меня она была мы все живем в миру общаемся друг с другом и практически что-то в той или иной мере у нас у всех бывает и вот о том как из всего этого выпутываться но я со своего собственного опыта рассказываю показываю читаю вас учусь объясняю там что-то какие-то тут вопросы и знаете вот ведение канала она позволяет общаться нас уже там 17600 подписчиков и примерно еще 40 с лишним тысяч смотрят канал они не подписались но они смотрят естественно оставляет свои комментарии комментарии разного рода и вот вот это вот общение позволяет как-то по-иному себя чувствовать в какой-то мере закаливает ваше сознание позволяет становиться более мудрым то есть это очень интересная вещь и в угоду допустим коммерции можно там сбиться на такие видео то есть преследуя такую линию которая там приносит наиболее количество просмотров соответственно и денег то есть вот у меня видео про геморрой там что-то наверное уже 1200 просмотров она постоянно стоит на первом месте там про керосин и можно на эту тему так сказать а идет сейчас еще 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 нет а я делаю те темы которые вот данный момент важны мне а именно календарь не просто календарь а в календаре жития святых как жили наши предки почему они так жили что в этот день там происходило и на основании всего этого идет идет своя собственно там работа в сознании работа в сознании она такая интересная кропотливая накапливаются потихонечку результаты какие-то достигается критическая масса этой всей информации по на только трах и но поменялось и но поменялось и вам открываются новые темы и в частности вот про витилиго я вам рассказывал что можно так сказать вот витилиго червяк заболел ой что там лечим ой как мы там лечим почему не получается что там получается и т т т т а я вам рассказал предысторию то есть самого начала своей жизни буквально таки вот с момента того как я родился и те вехи которые я лично считаю повлияли на то что это заболевание есть интересно выразилась выразилась подписчица татьяна ефремова она тут лежать что отклонились в сторону мистики я бы не сказал что эта сторона мистики это просто она просто огромный пласт который сильнейшим образом влияет на нашу жизнь то есть те тайные пружины которых человек и не подозревает которые его движут они идут оттуда и вот она как раз заметила что можно все мол свалить на то что какой-то там подселение из тонкоматериального мира вот влияет там на вас а вы ему ни при чем я с ней согласен но о том что человек при чем для того чтобы произошло подселение или еще какие-то действия со стороны тонкого мира ты должен ему открыться этому тонкому миру как хорошем смысле так и в плохом и заполучить то что ты намыслил а речь идет о том как это происходит что надо делать как от этого избавляться если бы у меня не произошло каких-то подвижек в сознании я бы даже до этих вещей и и не додумался я они бы вообще не говорил бы и не знал и более того просто-напросто отвергал но вот у каждого человека есть нечто такое и многие об этом пишут что вот с ним произошло и он не знает что это такое как от этого как с этим жить как от этого избавиться что надо делать то есть совершенно ничего такого тут нету а я со своего собственного опыта рассказываю вот как это было у меня и человек уже читая или смотря мои видео а он смекает а как это у него произошло через темечка было пишут было именно через темечка произошло и даже не надо что-то там открываться важно посидеть с таким человеком рядом допустим вот как пишет в автобусе с пьяницей посидел с места свободное было человек сел не подозревал это такой пьяница у которого уже сидит сущность и она полезно к нему через темечкой он это почувствовал а если бы я не сказал возможно человеке не понял что там такое что-то почувствовал там через темечка то есть на моем канале я стараюсь вот именно делиться беседовать с вами рассказывать и как вы заметили не стараюсь кого-либо унизить кого-либо там оскорбить я стараюсь больше возвысить человека поддержать его чем чем говорит люди начали понимать и заходить на этот канал тем чем он хорош что можно как-то пообщаться по душам послушать что-то там такое а не только там рецепты вот я уже рассказывал что рецепты там особо не не действует это на должен быть случай который вам поможет пишет любовь добрый вечер уважаемые гости и мы любим алахов керосин это волшебное свойство для человека я много лет на нем сижу чтобы не произошло его применяю и наружной и внутрь и мне 70 я выгляжу на 50 при том 40 я попала автомобильную аварию просто было мешком костей и в больнице меня собрали и 8 месяцев была гипс и сейчас бегаю вот и керосин опа сердечко оставлю есть я что хочу сказать я как-то приводил вам пример своей дочери у которой по спине были прыщи это ей было лет примерно 12 13 я посоветовал применять керосин через две недели спина стала чисто она сказала мне вот смотри папа видишь какая кожа стала она это я и сказал слушай а теперь чтобы не быть керосиновой лампой откажись от чипсов сладости и прочих продуктов которые все это порождают и я тут хочу сказать да есть конечно ситуации такие серьезные в жизни когда что-то надо применять такое чтобы работало действовало и в данном случае керосин работает отлично я вот был на источниках термальный вот приехал совсем недавно и там люди воду пьют вода считается что она кремниевая нет она пропитана нефтью причем такой дозировки у которой ее можно пить и при этом он оказывает вот такое интересное действие на весь желудочно-кишечный тракт и на весь организм и поэтому на полезнее именно не за счет кремнии а за счет наличие в нефти различных фракций нефти вот поэтому что я хотел бы сказать это то что есть такие конечно ситуации когда что-то надо такое применять чтобы вам не хотелось кстати это вода она даже пахнет несколько этой нафталином нафталин такое средство которое изгоняет там моль прочих там шеи прочее 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 она прекрасно гонит микро паразитов это так слову так вот важно это применять для того чтобы вытащить себе из той или иной ситуации но важно понимать и об этом постоянно толкую чтоб не попасть в эту ситуацию а попадаем из-за того что вначале все это совершается у нас в сознании мы что-то себе разрешаем такое мы следуем за какими-то своими побуждениями за желаниями за чертами характера дабы их удовлетворить и все это конечном итоге приводит к возникновению того или иного заболевания отклонения в здоровье и тогда мы пытаемся схватиться за любое средство там керосин тадикамп полынь там тройчатку а важно именно так себя вести чтоб этого не было и вот я уже с возрастом к этому пришел это понял естественно наш это огромное там количество различных там просчетов жизни грешков всяких разных но важно это все осознать пройдя через это мы все-таки получаем опыт осознаем это все исправляемся становляясь лучше жизнь такая штука что да и и надо попробовать на вкус надо пощупать и вот это вот пробование на вкус и щупание приводит к разным последствиям и для того чтобы они не оказались для нас такими вот роковыми что дальше делать чтобы мы благодаря тому что мы жизнью взаимодействуем чтобы она нас не калечила не изживала а совершенствовала и укрепляла вот что важно вот об этом я как раз и говорю рассказывал что чё и как опять заходит вопрос за плагиат хочется так сказать первое в музыке имеется семь нот значит все люди используя эти ноты тем или иным образом согласно этому воззрению что они используют чьи-то семь нот они значит вот плагиатят насколько я знаю сказали так мне что там всего где-то четыре направления в музыке там то есть она какая-то может быть грустная может быть веселая может быть еще какая-то может быть еще какая-то то есть главных направлений четыре эти четыре еще там разве стреляется и так далее ну главное что где-то четыре примерно может я ошибаюсь и уже соответственно с этих позиций можно сказать что вся музыка далее это плагиат мы используем алфавит кто-то его там придумал был у нас там старославянский потом начата его придумали значит кириллицу и получается что вот мы должны так как используем плагиат мы используем его шрифт хотя этот шрифт или алфавит далее был по заимствам там у река у немножечко там так дабы как-то это все это приурочить то есть не с пустого места а греческий еще там у кого-то и так далее и того подобно опять что этому плагиат я как раз на эту тему разговаривал возможно в этом свидетели с одним человеком его объяснил что такое плагиат что мол я взял чужие книги и изложил их рассказал так сяк не понял я удалил сейчас вот опять кто-то тут заводит эту песенку я до завтрашнего послезавтрашнего день к там посмотрю что там за ответы будут и я просто-напросто буду этих людей удалять без лишних объяснений больше во первых попробуйте сами написать книгу как правило если вы будете что-то писать по по народной медицины вы значит будете опираться на знание народной медицины это уже плагиат исходя из этого если вы что-то по научной медицины вы значит что-то там будете приводить какие-то научные там подтверждения это тоже будет читаться с учетом этой логики плагиатов люди не понимают что ну кратенько скажу вот смотрите были различные книги до меня но того стройного учения про очищение для русскоязычной публики не было да было там индусская аюрведическая да еще но это было все все то а вот именно для нас и как его преподнес те же самые клизмы они были до меня добыли очистка печени было до меня было до меня но все это применялось там чистка лимфатической системы чистка там еще но все это применялось хаотически непонятно как для что я же впервые обосновал и написал что в какой последовательстве надо делать далее даже с учетом индивидуальной конституции учение об индивидуальной конституции до меня не было для русскоязычной публики в индии там она была учение там а холерики малерики но как с этим работать а тут как раз с учетом индивидуальной конституции вы можете работать и по очищению тела и по голоданию и по питанию и и по многим другим вещами в том числе по сознанию так и кратенько еще объясняю чтобы потом эту тему просто-напросто не затрагивать и книги написаны это я уже сейчас понимаю так просто понятно и вдобавок эффективно кто применял что вот эта простота и пока подкупает что думает человек а да я тоже самое напишу попробуйте для того чтобы что-то изложить кратко и понятно надо вначале эту тему освоить изучить пройти через нее и тогда понять что чему и как и кратко все это излагать некоторые вещи вот я излагаю очень очень там долго излагаю по несколько раз прежде чем приду к такой лаконичным бьющим точно в цель фразам что к чему и как ну вот примерно и все что я хотел вам рассказать то Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Звоните в колокольчик и подпишитесь на канал Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Малаха Про Доброго здоровьица и до новых встреч!